Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Когда влиятельные люди увядают, с ними происходит печальная, но вполне узнаваемая вещь. У них бывают иррациональные всплески энергии. 85-летний магнат женится на стриптизёрше. На первый взгляд, брак не имеет смысла, все ворчат. Что хорошего принесёт ему этот брак? Как насчёт его детей? Магната это не волнует, он не думает наперёд. Он реагирует на то, что чувствует внутри, а именно постоянную потерю своей мужской силы. Чем быстрее эта сила уходит, тем яростнее он за неё хватается. Он в ярости от того, что свет угасает. Эти последние неуклюжие решения на самом деле его предсмертные муки. Это правда грустно. К сожалению, то, что происходит с мужчинами, часто происходит с созданными ими системами. Последние 80 лет нами управляет система, сформированная в конце Второй мировой войны. Её черты определяют нашу жизнь. Свободные мировые торговые пути под защитой ВМС США, универсальная валюта, именуемая долларом. И надзирающая за всем этим одна сверхдержава, крупнейшая в мире экономика, Соединённые Штаты Америки. Во многих отношениях это была отличная система, но по многим причинам, в том числе от старости, эта система умирает. Что будет дальше, не совсем ясно, но как повлиять на это с максимальной выгодой для Америки? Важнейшая задача, стоящая перед любым правительством США. Нет ничего важнее этого. К сожалению, администрация Байдена, престарелая и иррациональная, не справляется с этой задачей. Кажется, никто в Белом доме даже не осознаёт, что архитектура мира меняется. Они называют себя прогрессистами, но люди Байдена думают, что сейчас 61-й, когда власть Америки казалась безграничной. Вот наш пожилой министр финансов бронит Китай словно медлительного слугу. Соберись, Китай, иначе отправишься обратно в подвал! Смотрите. Мы ясно дали понять, что оказание материальной поддержки России или помощь в уклонении от системных санкций любого рода будет для нас очень серьёзной проблемой. И мы, безусловно, продолжим разъяснять китайскому правительству, а также компаниям и банкам в их юрисдикции о правилах, касающихся наших санкций и серьёзных последствиях, с которыми они столкнутся за их нарушение. Мы расскажем им, каковы правила! Как только они услышат правила, они подчинятся! Джанет Йеллен кажется шокированной и возмущенной тем, что Китай присоединился к Владимиру Путину в конфликте на Украине. Это возмутительно! Невероятно! Кто мог это предвидеть? Но почти все миру было очевидно, что это произойдёт, потому что это по-любому случилось бы в ответ на поддержку конфликта на Украине. Но почему-то администрация Байдена это не предвидела. Теперь, когда это произошло, когда самая большая страна мира объединилась с самой большой экономикой мира, с самым большим населением, чтобы вести войну против нас, что нам делать? Если вы Джанет Йеллен просто прикажите им остановиться, прекрати, непослушный Китай, прекрати! Иначе вас ждут серьёзные последствия, мы не можем сказать, как и именно. Но поверьте нам, они серьёзные, они даже могут включать дальнейшее возмущение. Так что опомнись, китайский народ. Удивительно наблюдать, как женщина, которая никогда не участвовала в драке, командует китайскими военными словно своей собственностью. Можете себе представить, как смеялись в Пекине. Далее адмирал Рэйчел Левин дерзко погрозил пальцем председателю Си. Сложи оружие, Китай, потому что транс-женщины тоже женщины! Всё это забавно, пока не осознаёшь, что это реально. Оказавшись в эпицентре исторического поворота в один из тех моментов, когда всё меняется навсегда, администрация Байдена решила жить прошлым и делать вид, что США всё ещё способны навязывать односторонние решения остальному миру, потому что мы так сказали! Вот Джо Байден снова играет в Черчилля против Гитлера Путина! Свобода бесценна! За неё стоит бороться столько, сколько потребуется! И именно столько мы будем с вами, господин президент! Столько, сколько потребуется! Мы сделаем это! Спасибо! Как сказал президент, мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется! Опять же, Соединённые Штаты будут продолжать решительно поддерживать Украину, и мы будем делать это столько, сколько потребуется! Как сказал президент Байден, мы будем поддерживать Украину в её борьбе столько, сколько потребуется! Глупые, никчёмные шуты, мир смеётся, взрослые смеются! А в этой стране показателем тотальной коррумпированности наших СМИ является то, что никого в администрации Байдена не спрашивают, чего США надеются добиться на Украине! Столько, сколько потребуется, чтобы сделать что! Изначальная цель заключалась в том, чтобы отбросить Россию туда, где она была год назад, до того, как вторглась на Украину, и это казалось разумным и измеримым! Общественность, казалось, была «за». Затем, без лишнего шума и даже официального уведомления, целью стал захват российского Крыма, только потому, что это было бы неплохо, почему бы и нет. Затем целью стало свержение Путина и размещение американских танков на Красной площади. Мы сможем управлять Россией, когда свергнем диктатора, у нас хорошо получается, мы сделали это в Ираке, в Ливии. Теперь цель состоит в том, чтобы выиграть Третью мировую против России и Китая. Войну, которая по определению будет включать в себя применение ядерного оружия и испепеление сотен миллионов людей. На данный момент военным действиям на Украине нет предела, только это имеет значение. Конфликт на Украине в центре внимания правительства США, всех его ветвей, обеих партий. Кроме того, пока наша собственная экономика деградирует, крупные компании увольняют тысячи людей, конфликт на Украине – одна из основных статей расходов. Вот Джанет Йеллон объясняет. Наша экономическая помощь делает возможным сопротивление Украины. Мы поддерживаем тыл, финансируем важнейшие общественные службы и поддерживаем работу правительства. В ближайшие месяцы мы рассчитываем предоставить Украине около 10 миллиардов долларов дополнительной экономической поддержки. Ладно, просто чтобы внести ясность, если вы невнимательно слушали, трудно понять, что она говорит, но у нас есть транскрипция. Это дополнительные 10 миллиардов для критически важных служб в правительстве, контролируемом партии Зеленского, которая запретила ветвь христианства и арестовала священников. Вот за что мы платим. И если оставить в стороне цели, это еще 10 миллиардов налоговых поступлений дополнительно к 113 миллиардам, которые уже одобрены Конгрессом. Итого 123 миллиарда обещанных Украине за год! А когда вы добавите тысячу других неофициальных источников помощи в весь разведывательный мир, вы получите около 200 миллиардов для Зеленского и его жены за 12 месяцев. 200 миллиардов! Настоящее безумие. Сколько это денег? Ну давайте представим, что мы потратили на Украину пока только 100 миллиардов. Мы знаем, что потратили. Что можно сделать на 100 миллиардов долларов здесь, в США? Во-первых, и об этом часто говорят в новостях, мы могли бы модернизировать наши железные дороги, чтобы избежать тысяч сходов с рельсов каждый год и грибовидных облаков на Дагайя в результате таких сходов. 100 миллиардов долларов — это в 5 раз больше, чем весь бюджет Министерства Транспорта. В бюджете Министерства всего 13 миллиардов долларов заложено на перевозки и менее 3 миллиардов на Амтрак. Помните? Артерия, соединяющая города Восточного побережья. Еще есть ФА. Правительственное агентство, призванное предотвратить столкновение самолетов друг с другом и гибель сотен американцев. На ФА заложено 20 миллиардов долларов. 20 миллиардов! Учитывая, что в последнее время значительно возрос риск столкновения самолетов, возможно, стоит профинансировать ФА немного больше. Но нет, деньги нужны политической партии Зеленского. Еще на эти деньги мы могли бы решать долгосрочные задачи, например, построить стену вдоль южной границы. Мы могли бы построить 4 стены. Это спасло бы вдобавок ко всему сотни тысяч американских жизней, потому что въезд в страну наркоторговцев был бы заблокирован, и тогда не было бы войн картелей в Техасе и Аризоне, которые обязательно будут. 100 миллиардов долларов помогли бы погасить половину медицинского долга всей страны. Мы могли бы оплатить двухлетнее обучение в местном колледже каждого молодого человека в США. Мы могли бы финансировать все наличные расходы больных раком в течение пяти лет. Это большие деньги, мы могли бы многое сделать. Почему Берни Сандерс не сделает расчеты? Почему он даже не говорит об этом? Почему какое-то правое телешоу должно выяснять, что можно сделать с этими деньгами внутри страны? Берни Сандерс за отправку этих денег на Украину, как и большинство так называемых прогрессистов. Сэнди Кортес, голос народа, она тоже за. Очаровательно. Конечно, мы могли бы просто сохранить эти деньги. Это было бы полезно. Наш госдолг сейчас превышает 31 триллион долларов. Это больше, чем наш ВВП. Наш долг больше, чем ВВП. За свое существование администрация Байдена увеличила госдолг на 7 триллионов долларов. Сколько это? Невообразимая цифра, но вот контекст. Потребовалось 215 лет от Джорджа Вашингтона до Джорджа Буша-младшего, чтобы накопить такой долг. Проценты по долгу в этом году достигли 400 миллиардов долларов. По подсчетам центра Пью, это на 100 миллиардов в год больше, чем мы тратим на начальное среднее образование, помощь при стихийных бедствиях, сельское хозяйство и защиту окружающей среды. Вместе взятые! В следующем десятилетии расходы на выплату процентов по долгу превысят расходы на национальную оборону Медикайт. Через 30 лет выплата процентов станет самой крупной статьей расходов федерального бюджета, превышающей социальные расходы. И большая часть этого долга, более триллиона долларов, принадлежит Китаю, стране, с которой мы сейчас воюем на Украине. Видите, как это работает? Большинство американцев видят. И они против этого. Они боятся, и их можно понять. Опросы показывают, что они против. Но вот что интересно, ни одну из партий в Вашингтоне не волнует, что думают их избиратели. Вот республиканец Майкл Маккол, гений внешней политики республиканской партии в Конгрессе. Этот человек под полным контролем спецслужб. Но вот он объясняет, что в условиях демократии мнение избирателей не имеет значения. И новый опрос показывает, что поддержка американцами вооружения Украины падает. Конгрессмен Маккол, насколько иностранные лидеры обеспокоены тем, что поддержка Украины американцами, особенно внутри Вашей партии, ослабевает? Я бы сказал, что поддержка по-прежнему очень сильна, и эта двухпартийная делегация очень сильно поддерживает Украину. Я думаю, мы наблюдаем раскол в администрации, и я должен сказать, в обеих партиях. В прошлом году мы очень медленно получали оружие из-за опасений спровоцировать Россию. Будь то стингеры, джавелины, артиллерия ближнего действия. Теперь это дальнобойная артиллерия, ракетные комплексы, которые могут вывести из строя иранские беспилотники в Крыму, а также самолеты типа F-16. И если бы мы дали все это с самого начала, этот конфликт спустя год мог бы быть совсем другим. Вы заметите, что всякий раз из двухпартийного консенсуса в Вашингтоне не выходит ничего хорошего. Обычно нет ничего хуже. Нет двухпартийного консенсуса по вопросу спасения среднего класса. Или спасения сельских жителей от фентанила. Здесь двухпартийного консенсуса нет. Всем плевать. Двухпартийный консенсус состоит в том, что мы должны отправлять содержимое казны США в коррумпированную страну, чтобы приблизить третью мировую. И в чем причина? Правда в том, что Вашингтон настолько недееспособен, что финансировать военные действия и разрушать это единственное, что они могут. Вот почему они так это любят. Это хоть какая-то деятельность, конечно, чисто деструктивная. Мы хотели поговорить с конгрессменом Макколом из Техаса, гением внешней политики. Вам действительно все равно, что думают ваши избиратели? Мы позвали его на шоу. Почему вы поддерживаете конфликт, вопреки мнению избирателей? В чем выгода Соединенных Штатов? Вы гордитесь тем, что помогли России и Китаю объединиться в блок, более мощный, чем США? Это хорошо для нас? Как это работает, конгрессмен? К сожалению, он не смог вырваться. Как и конгрессмен из Огайо, Майк Тернер. Сенатор от штата Юта Митро мне вообще не ответил. Линдси Грэм и Митч МакКоннелл решительно отказались. Ни за что! Мы не собираемся отвечать на вопросы. Заткнись, начало СНН! Вы должны знать, что все упомянутые нами люди являются республиканцами. Лишь очень незначительное число республиканцев проголосовало против этого безумия, способного разрушить экономику США и спровоцировать Третью Мировую. И они были за это наказаны, и многие республиканцы обеспокоены, потому что для MSNBC, если вы против Третьей Мировой, вы агент Путина! Смотрите. Десять республиканцев в Конгрессе проголосовали против военной помощи Украине. Обычные подозреваемые, но я зачитаю их имена. Энди Биггс, Дэн Бишоп, Уоррен Дэвидсон, Мэтт Гэтс, Пол Госсер, Марджери Тейлор Грин, Томас Месси, Ральф Норман, Скотт Перри и Том Тиффани. Дело в том, что Марджери Тейлор Грин и Владимир Путин, и хотя кому-то не хочется этого признавать Такер Карлсон, тоже все они на одной волне. А мы на стороне Путина! Забавно, как люди, которые больше всего ненавидят Америку, неустанно ее разрушают. О, она запятнана первородным грехом рабства, это ужасная страна, проект 1619, искренне ненавидят Америку. Эти люди обвиняют тех, кто пытается спасти США от уничтожения в бессмысленной войне. В поддержке иностранного диктатора. Игнорируйте их. У них нет совести, они лжецы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok